Дело скрипали по-берлински. Чеченского боевика расстреляли по заказу Москвы. Политика. Криминал. 27 августа 1729. Дело скрипали по-берлински. Чеченского боевика расстреляли по заказу Москвы. Немецкие СМИ увлеклись поиском следов российских спецслужб в убийстве Зелимхана Хангашвили. София Сочевко. Комментарии в просмотров 6230. Фото. Материал комментируют. Владимир Оленьченко. Владислав Белов. Сергей Марков. В Берлине задержан россиянин по подозрению в убийстве гражданина Грузии. Зелимхан Хангашвили был застрелен в районе Моабит. У ряда немецких СМИ появился повод фактически раздувать историю про нового Скрипаля. По информации еженедельник. Дэс Спигл. Следствие рассматривает, как наиболее вероятную, версию профессионально спланированного и выполненного заказного убийства. При этом в качестве возможных сценариев не исключаются как криминальные разборки, так и политический мотив. Со ссылкой на спецслужбы ряда стран-членов НАТО даже выдвигается версия о причастности к этому преступлению российских спецслужб, в частности, ГРУ. Фигурирует версия о том, что убитый входил в расстрельный список чеченцев, которые живут за рубежом. По данным ряда СМИ, Хан Гашвили участвовал в чеченской войне на стороне боевиков, был полевым командиром, работал в грузинском МВД. В 2015 году в Тбилиси на него было совершено покушение, после чего он переехал на Украину, а затем в Германию, где просил политическое убежище. Во властных структурах Чечни Интерфаксу заявили, что Грозный не имеет отношения к произошедшему в Берлине, а об убийстве узнали из СМИ. Задержанный по подозрению в убийстве вину не признал, давать показания отказался. По информации DW, в Берлин он прибыл незадолго до убийства и был готов быстро покинуть город. В его квартире была обнаружена крупная сумма наличных денег. Читайте также. Новый девиз Зеленского. Айнфальк, Айнрайх, Айнфюреркурс нынешнего президента Украины не оставляет шансов Донбассу жить так, как он хочет. Российское посольство ВФРГ поддерживает связь с правоохранительными службами, которые ведут следствие. Выясняются подробности происшествия, цитирует ТАСС представителя Депмиссии. Пока расследование ведется Берлинским ведомством по уголовным делам, обнаружено орудие убийства. Зачем западным СМИ с подачи западных и спецслужб раздувать политическую версию убийства, можно только догадываться. В связи с историей со скрипалями против России не устают вводить санкции. Очередной их выпуск состоялся как раз накануне. Вполне возможно, что в свете последних заявлений Дональда Трампа, Эммануэля Макрона, разногласия в G7 и возможной встрече уже в сентябре в нормандском формате требуется новая подпитка для антироссийской истерии. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Меморан Владимир Оленьченко заметил, что в последние годы признаком хорошего тона среди ведущих стран считается искать и применять любые события по отношению к России. Если что-то идет не так, что-то не получается, то есть два варианта либо заняться анализом, признать допущенные ошибки, необходимость выработки какой-то стратегии, либо на кого-то свалить. Списывают на Россию. Не поедет же французский или немецкий обыватель в Россию выяснять, так ли это. Такая позиция проявляется во многих вещах и событиях. Думаю, что данный факт не какой-то изолированный, а один из ряда, когда события не удалось предупредить, вот и списывается на козни Москвы. СП. Это сделано для того, чтобы дать возможность СМИ о чем-то поговорить, или с какими-то далеко идущими целями. Здесь может быть многоуспектное действие. Например, попробовать отравить атмосферу, подтолкнуть Меркель к тому, чтобы она на переговорах с Путиным задала вопрос. Мне кажется, она опытный политик и вряд ли будет это спрашивать, но подталкивать ее могут. СМИ после встречи в нормандском формате попробуют это развернуть против нее, спросят, задавала ли она такой вопрос. А если не задавала, то почему? А дальше пойдут фантазии, хотя сама отправная точка не доказана. Это сейчас распространенный прием западной пропаганды. Тут многое взаимосвязано. Не будем забывать, что спецслужбы США, Великобритании, Канады, Польша активнейшим образом участвуют в реализации политики государственного терроризма, которую проводят киевский репрессивный режим на протяжении последних пяти лет, продолжает тему политолог Сергей Марков. Я не видел, чтобы политическая версия стала основной. Если официальный Берлин станет это использовать, то можно будет обсуждать, почему они это делают. Очень щепетильное дело, причем показательное. Это можно было сделать без свидетелей, а произошло все на глазах свидетелей. Задержали быстро, оружие нашли, только что не попросил сфотографировать его. Много странностей. Официального заявления я не видел. Не исключаю, что какой-то офицер сказал «Мы не исключаем, что это политическое убийство», но почему-то первая часть фразы исчезла. Убежден, что если бы такая информация была, то она была уже опубликована с доказательствами. Предъявили бы чеки, номер такси, кто выдал визу и так далее. Джабхат Ан-Нусра, фронт Победы, другие названия, Джабха Аль-Нусра Ли Ахляшам фронт поддержки Великой Сирии. Решением Верховного суда РФ 29 декабря 2014 года признана террористическая организация. Ее деятельность в России запрещена. Новости политики. Макрон констатировал конец мировой гегемонии Запада. Санкции. В силу вступил второй пакет санкций против России по делу Скрипалей. Продолжение следует...